Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию начальника управления по делам молодежи, культуре и спорта Шумаил Моисей Исаакович. Моисей Исаакович, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, уважаемые телезрители, жители. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Я хотел бы сразу обратиться к нашим телезрителям. Мы сегодня определили несколько тем нашей встречи. Это, естественно, широко обсуждаемая тема строительства, реконструкции, скорее всего, Дома культуры. Это, естественно, праздник, вторая, скажем так, годовщина со дня зимней Олимпиады, которая проходила в Сочи. Это, видны, зимние наши. Ну и различные темы, которые также мы будем обсуждать, что касается и молодежи, и культуры, и спорта. Моисей Исаакович, ну, как я уже анонсировал, действительно, тема реконструкции Дома культуры, правильно так, наверное, правильно сказать, да? Дома культуры в городе Видны, она и животрепещущая, и с какой-то стороны она и долгожданная, потому что столько лет мы шли к тому, чтобы первые строители зашли на эту площадку. Давайте об этом и начнем, и расскажем нашим телезрителям, что сейчас происходит в Доме культуры. Да, действительно, эта тема очень животрепещущая, людей интересует, и это неудивительно, потому что Дом культуры, которому сегодня уже 62-й год, историю, кто знает, тот, наверное, от тех, кто здесь живут, наверное, это очень близко, давно живут, родились и выросли, очень близко это воспринимают. Действительно, что на протяжении этих 60 с лишним лет Дом культуры капитально не ремонтировался. Да, ни разу, да, ни разу, не говоря о какой-то серьезной реконструкции. Были отдельные ремонты косметические или узловые, ну, узловые, это, так сказать, есть такие узлы, там тепло, электричество, какие-то отдельные моменты, там сантехника, но на самом деле жизнь идет вперед, уже современные требования совершенно другие, и даже если бы завод не передал бы в 2008 году Дом культуры муниципальную собственность, я думаю, жители были бы тоже неравнодушны и, наверное, требовали с завода вот этих работ. Но действительно чудо произошло, мы долго просили стадион, мы просили Дом культуры, и стадион, конечно, чуть раньше перешел в собственность, Дом культуры позже, но главное, это состоялось, завод передал. И мы понимали, какая ответственность ложится на наши плечи, потому что мы приняли объект в достаточно серьезном изношенном состоянии, но мы знали, что бесполезно ждать, когда они сделают ремонт и передадут нам. Главное, чтобы передали. И дальше, конечно, понимая всю серьезность этой работы, мы пошли последовательно. По какому пути? Нам нужно было в первую очередь изучить, в каком состоянии здание. Это были первые вложения администрации района в будущий ремонт. Это обследование, это очень серьезно. Буквально целый институт мы наняли, какие-то средства потратили и получили заключение, что стены в таком-то печальном состоянии, коммуникация вообще в ужасном состоянии, потолок, пол и фасад. Все, на что можно обратить внимание, все нуждалось в ремонте. И если уж так интересуют, может быть, зрители, я скажу, ну, это было в 2009 году, мы потратили. В 2008-2009 вот потрачено было в пределах 1 миллиона рублей. Дальше встал вопрос, что нельзя просто проводить ремонт, если здание и земля под зданием не находятся на балансе учреждения или управления. Ну, примерно такая же, да, если история известна, это кругом, да. Кругом, это вот с введением новых законов, бюджетного кодекса, так далее. Мы понимаем, да, это важно. Я лично столкнулся с тем, что земля оказалась еще в собственности завода, и они, и мы этот момент упустили. Но надо отдать должное и директору заводов. На тот период был Тыцкий, сегодня уже другой директор. Ну, Владимир Иванович, он пошел на встречу. Мы договорились, и совершенно безвозмездно, там только какие-то затраты на документальные дела, землю под Дома культуры мы тоже приняли в муниципальной собственности. Это тоже успех, но это уже было в июле 2012 года. То есть, если по годам посмотреть, как мы шли, последовательно, все это надо было оформлять, это надо было заканивать, это вот большая процедура. Но мы понимали, лучше мы это сделаем медленно, но точно и верно, чем потом будем что-то исправлять. Следующий наш шаг, это уже было опять обращение к руководству района. Получили мы средства на проведение проекта изыскательских работ, составление сметной документации и прохождение экспертизы. Почти 5 миллионов на это ушло, причем два этапа, потому что точно никто не знал, что вскроется при работах. Мы же постоянно и шурфили, и бурили, и проверяли фундаменты, запрашивали энергию дополнительную. То есть, вот, казалось бы, да, такая работа, отремонтировать Дом культуры. Но это неправильно, просто отремонтировать. Надо смотреть в будущее и понимать, что сегодня тех мощностей, которые когда-то хватало, ну, в 50-е годы, две колоночки, один микрофончик, ну, там что включалось? И сегодня, если даже сравнить с Дворцом спорта, там сотни киловатт, понимаете, это все серьезно. Ну, вот около 200 киловатт мы и запросили, прошли эту процедуру, потом с городской администрацией договорились, оформили еще немножко земли, потому что на прохождение экспертизы надо обязательно показать, что у учреждения есть автостоянка. Очень много тонкостей вот этого все. Но, правда, было, и на тот период с инициативной группой мы встречались, общались, тут ничего не было сделано кулуарно. Я помню, что были прямые эфиры, где я на эти вопросы отвечал. Да, я прекрасно их помню. Отвечал не только я и те руководители, кто был, потому что тема, она, в общем-то, известная, и всех волнует, и волнует и нас. И поэтому информация была. И мы даже говорили о том, что мы не идем на капитальный ремонт, а мы идем на реконструкцию. Реконструкция – это очень серьезно. Без экспертизы нельзя, без просчетов нельзя, расчеты. И не дай бог ошибиться. И главное, что пока мы все это делали, это был 12-13 год, мы только в 14-м году получили акт экспертизы. Но уже понимали, что мы вот этот путь очень тяжелый прошли. И понимаем теперь стоимость этого проекта. Да. И когда мы это все просчитывали, жизнь не идет, не останавливается на месте, она идет, да. И вот на первый план в стране выходит программа «Доступная среда». На первый план выходит программа «Безопасность среды». И очень много. И не успеваешь пройти экспертизу, ты уже должен пересчитать, перерассчитать и просчитать по-новому. Потому что вот точно, вот я еще раз говорю, там маломобильные группы. Но вот где в Доме культуры пристроить лифт? У нас даже была идея, боковые вот стены торца справа и слева, вот с выходом на скверы. Вот эти выходы служебные. Да, у нас была такая картинка. Это старые дома, это где-то аэропорт, динамо. Это не нами придумано, понятно. Это и есть, да, на практике используется. Используются, стеклянные, так сказать, это все. Мы опять же подумали, что ну это так испортит фасад. Но стеклянные, мы с архитекторами нашими и отделом архитектуры, вообще все согласовалось со всеми, так сказать, службами, потому что, ну это серьезный вопрос, да, центр города и вот что-то такое. И вот это тоже мы как-то перебороли, что ли, или пересмотрели. И в итоге пришли к выводу и проектировщики. Главное, нам все это предлагают профессионалы. Вот профессионалы, проектировщики, строители, сметчики, что давайте мы чуть-чуть потеряем территории, площадей в Доме культуры, но сделаем от подвала до второго этажа вот возможность, да, подняться и опуститься для инвалидов вот этого маломобильных групп, такая вот система. Просчитав эту ситуацию, мы оказались в другой, что мы теряем площади. И надо сказать, что мы со временем уже было понятно, что вот эта открытая веранда, она может и красивая, но она не практичная. Уже не проходит там мероприятие. По современному меркам? Да, по современному меркам, да. Ну, можно провести 2-3 мероприятия летом, а дальше что? А самые конструкции проходят в упадок. Вот как их не сохранять, мы там делали какие-то небольшие ремонты, но вот эти лестницы, лестничные марши, все это рушится, но не сохраняется. Это надо либо в мрамор укатывать, либо в какие-то материалы, это очень дорого и для того, чтобы просто смотреть. И, естественно, все сотрудники Дома культуры, руководители коллективов и так далее в один голос просят помещение. И вот родилась эта идея, в том числе и проектировщики нас поддержали, что раз мы теряем площади, давайте мы лучше перекроем эту часть. Это очень дорогая, тяжелая работа. Это буквально непросто это все. И мы получаем 2 этажа. Полноценных. Полноценных, да. Делим их на 4 крупных зала. Вот вам зал для оркестра, которому уже свыше 65 лет. Хоруше, да, 65 лет. Есть потребность в дополнительных детских коллективах, для их занятий. А главное сегодня, любое учреждение должно зарабатывать деньги. Где, на чем. Раньше строили залы, 3 комнаты и это всех устраивало. Мы знаем, да, это и Мосрингенли, коммунарка, Молоково. Мы вот видим большие дворцы, но не видим помещения. Ну, в том же Молоково один зал и 3 клетушки. Да, и все. И что мы имеем, где заниматься, а главное, где зарабатывать деньги. Конечно, все это обсуждалось, и мы даже с краеведами это говорили, но договорились, что общий фасад и все элементы наружные, даже вот новодел этот, он должен в едином стиле быть, он должен соответствовать общей архитектуре и не выбиваться. Моисей Исаакович, у нас есть фотография проекта, который подготовленный в фасадной части. Я предлагаю, мы сейчас его увидим, вот уже наши телезрители его видят. Что изменяется? Колонны на месте? На месте. Балконы на месте? Да нет, ничего не должно меняться. Единственное, что говорят, что вот наверху вот этот вот знак... Это две скульптурные композиции, мы их, скорее всего, все-таки сохраним, уже мы обсуждали эту тему. Но есть большая проблема, я не оказываю. Вот тыльная часть, обратите внимание, как органично все вписывается. Мы единую крышу делаем, соединяем два крыла, сохраняем некий стиль фасадный и ничего особо. А в подвале, вы обратили внимание, окна? Да. Мы получаем не только подвал, мы цокольный этаж получаем. Сегодня это бомбоубежище, непонятно что, зачем это нужно. И там мы получаем... Мы можем еще раз посмотреть эту картинку, чтобы мы еще раз могли и наши телезрители тоже успеть посмотреть. Так, это мы говорим о... Это фасад. Фасад, да. Тыльная часть. Да. Та же в Ассоюзе, три двери входные, балкончик, да, что мы говорили. Я скажу, какие проблемы, вот давайте посмотрим, мы будем сохранять. Это, конечно, был проект, но я думаю, в целом сохранится. Мы не будем особо менять. И вот задняя сторона, да. Два входа, с левой и с правой стороны, правильно? Да, это такие служебные, я скажу там, да, что площадь помещения здания при проектировании, да, она увеличилась сразу, ну, на 10-20%. Вот сегодня мы можем сказать до реконструкции 3056 квадратных метров, а после реконструкции 4800. Ну, на секундочку, да, мы полтора тысячи, это даже если убрать технические помещения, подвалы, но в живом виде не менее 1200 квадратных метров полезной площади. Я вот скажу, что ради этого стоило пойти на такие вот, может быть, и жертвы финансовые и прочее. Почему? Потому что, ну... И не только ради жертвы финансовой, но и ради того, чтобы там занимались. Результат, да. И результат, чтобы там действительно дети занимались. Дети, конечно. Да, конечно. И мы же понимаем, что, ну, осилили школу искусств. Это было вообще безумно тяжело. Согласен. И денег таких больше не будет, но там она уже переполнена. Дворец этот, как ты говоришь, да, дворец, ну, мы специально ушли от каких-то названий, мы его назвали районный центр культуры и досуга. Потому что дом культуры, дворец культуры, да, это интересное название, но как-то уже не отвечает требованиям времени. И вот новые микрорайоны. Мы там от инвесторов совершенно не видим, чтобы они строили объекты, да. О чем и речь. Конечно. И мы понимаем, что сегодня все микрорайоны, все это пойдут куда. Если мы следующим проектом после дома культуры будет кинотеатр, мы надеемся, и я скажу почему, сейчас несколько слов, что школа искусств, дом культуры, кинотеатр, ну, наверное, уже что-то можно говорить о том, что для детей, для жителей, ну, сегодня есть куда пойти. Не говоря о том, что вот благодаря вот то, о чем я хотел сказать новому руководству района, вот это я хочу отметить и не, чтобы меня правильно поняли, вот поверьте, я работаю 33 года со многими руководителями района. Но сегодня команда, команда молодых, энергичных во главе с нашим главой Олегом Владимировичем Хромовым делает все в первую очередь для того, чтобы вот такие объекты дать им новую жизнь или построить новые и дать возможность жителям. А сегодня это, ну, просто, мы даже сегодня проходили еще один этап ГТО в районе, сегодня очень много народу было. В поселке Володарск. Да, и вы узнаете, это будет еще информация, не буду уделять этому времени, и вот Олег Владимирович поддержал сразу все идеи, даже денег не было, мы еще даже не знали, как вот начать подойти к этому Дому культуры, но уже мы видим школы, детские сады, школы искусственной развилки, стадион Металлург, Дом культуры, и еще уже есть в планах кинотеатр. Не буду забегать, я думаю, Олег Владимирович скажет, это сегодня уже есть окончательные какие-то мысли, но есть еще... Зачем подумать, да, думать, да, поэтому всех тайн раскрывать не будем. Да, не будем, но тем не менее хочу сказать, вот новая команда, казалось бы, да, надо еще внимательно изучить район там и так далее, и так далее, но это произошло в кратчайшие сроки, да, буквально один-два месяца, уже Олег Владимирович все понимал и видел и знал, и уже он понимал, куда что как-то надо нацелить свои усилия. И вот благодаря этим действиям мы только за прошлый год, помимо трех полей, двух библиотек, но это вот перечисляет, вот казалось бы, да, люди это может быть не знают, не видят, каждый знает про свой поселок, да, что происходит. Всем хочется иметь сразу и стадион, и школу, и библиотеку, и спортивный комплекс. А в этом году еще сколько будет? Да, но я вам скажу. И будет абсолютно точно. Честно говоря, что если взять по нормативам, ну, мы по нормативам уже давно, наверное, скоро перейдем все границы, потому что, ну, на такое количество жителей, столько там объектов, да, может быть и сегодня это немножко перебор, да, по нормативам. А с другой стороны, мы понимаем, что нормативы, в общем-то, тоже устарели. Сегодня жители, вот посмотрите, микрорайоны строятся, условно говоря, 10 тысяч жителей должно жить. Они, может, и живут, но по документам полторы тысячи прописанных. Мы начинаем считать норматив, баф проваливаются, не получается. А мы понимаем, что жителей реально больше. Вот их сколько моментов. Кстати, Маисей Исаакович, наша телезрительница задает вопрос, а когда ожидать открытия нового ВДК? Мы говорим, 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 а когда ожидать открытия нового ВДК? Это очень такой вопрос, это интересный вопрос. Вот смотрите, не хочу тоже как-то с таким, очень аккуратно подхожу к оптимистическим моментам, таким взглядом. Но, тем не менее, давайте официально. Официально по документам 22 месяца. Это значит, в 2017 году, уже в третьем квартале и так далее, не раньше. 1 сентября? Да, 1 сентября. Ну, мы любим уже каким-нибудь праздником делать открытия. Но поставлено... ...города, района, что сохранилась не только атмосфера творчества, но и какие-то элементы, к которым они привыкли за долгие-долгие годы. Ну, я вот скажу, вот полностью согласен, Дома культуры 62, почти еще, ну, 60 года, а я здесь 33. Ну, давайте, наверное, половину этого срока я здесь все-таки проработал, и для меня он тоже родной. Поверьте, несколько лет мы делали эту документацию. Несколько лет просчитывали, изучали каждый камень, выяснили, что потери тепла, а я даже это вот не представляю, есть такие специальные аппараты, аппаратура, вот эти толстые стены, оказывается, как марли, пропускают тепло. Просто они не держат тепло в здании. И прохладно было, а что дыха таить? Да, и вопрос, вот мы его отапливаем, оказывается, ну, те материалы строительные, послевоенные и сегодняшние технологии, ну, мы же понимаем, и это все не соответствует. Но как, надо же сохранить. И вот сегодня, кто был, наверное, нельзя, конечно, на стройку всех пускать, но можем какую-то группу инициативную. Все закрыто целлофаном, вот все, весь потолок, он прикрыт так, все люстры сняты. Мы их не будем выкидывать. Мы понимаем, что они тоже устарели, но ищем варианты, как сказать, их обновить. Мы, да, конечно. Здесь, так сказать, сразу, может быть, если будет возможность, вот вы, как руководитель данного направления, вместе с нашим телеканалом, да, организуем съемочную группу и покажем всем нашим видновчанам, как сейчас расскажем, как сейчас все это сохраняется история. Конечно, конечно. И надо понимать, да, что, вот посмотрите, начинали мы с Василием Юрьевичем Голубевым этот проект, потом с Сергеем Николаевичем Кошманом вот пробивали какие-то копеечки, дайте, дайте, мы там что-то сделаем. И сегодня Олег Владимирович, который вот готов, так сказать, и не копеечки, а очень серьезно, очень серьезно вложится и даже ищет инвесторов, потому что вот эти работы, они же не осмечены. Ну, люди сделают, мы понимаем, ну, это же очень тяжело, это будет в ущерб чему-то. И надо вот искать какие-то контакты и взаимодействия друг с другом, чтобы понимали, что эти работы должны быть выполнены. Вот уж, честно, наверное, нельзя этого говорить, но скажу всякими правдами и неправдами. Но надо это сделать, надо сохранить. Никто не стремится разрушить, мы все стремимся сохранить. Но что мы получаем? В подвале мы получаем несколько репетиционных комнат, технические комнаты, которые будут, ну, как мозги учреждения, это вентиляция и так далее. Это шахты лифта, это буфет и так далее. На первом этаже вестибюль, фойе, гардероб, административные комнаты, кружковые комнаты, небольшой зал, консервирент-зал на 50 мест. Да, вот понятно, да? Потихонечко идем. На втором этаже мы получаем, кстати, и на первом, и на втором вот эти залы, да? И получаем новый зал, и я вам скажу, у меня есть информация, я-то ее наизусть почти знаю, что когда мы делали проектно-сметную документацию, мы столкнулись с тем, что зал надо сделать отдельно. Денег не было, это очередное письмо. Всего, ну, конечно, небольшие деньги, может быть, для всего проекта. 400 тысяч рублей мы потратили на проектно-сметную документацию для сохранения акустики зала. Мы не будем там делать подвесной потолок, мы понимаем, что такое акустика, но современные требования мы тоже обойти не можем. Места для инвалидов должны быть, сегодня там 400 мест, а будет 300. Почему? Во-первых, нету таких кресел, да? Уже кресла других габаритов, уже другие, другая мебель, другие технологии и другие нормы прохода. Да, пожарная безопасность, естественно. Потеря идет, потеря мест, но никуда не денешься. Опять же, мы немножко увеличили сцену. Да, 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 от первого, ну, если кто знает, от первого прохода, который, да, у сцены. Да, да, это вы, как, так сказать, человек, который ходит в театральный коллектив, участник нашей самодеятельности и так далее, вы понимаете, для хорошего показа спектакля нужно оплосить. Конечно. И, конечно, Дом культуры строился в те годы, ну, мы понимаем, и сцены, и так далее. Дом культуры Совхоз Ленин, как пример, строился в 70-е годы. И Дом культуры, там, Коммунарка, Воскресенская, Московская. Да, в другое время. Нет, Буревестник тоже не такая большая, но больше здесь сцены. Сцена побольше. Да, сцена побольше. А в Московском, так-то... Да, ну, это примерно как Совхоз Ленин, и мы понимаем, что там сегодня приглашаются балетные трупы. Да. Приглашается серьезная театральность. Там можно провести очень хороший концерт и мероприятие. Но то, что есть у нас, мы тоже постараемся... Это очень такой соло вариант. Да, да, да. Тем не менее, вот мы эту часть Дворца культуры тоже очень бережно просчитывали. И главное, нужны современные мозги, так сказать, технически. Это звуковое оборудование, видеооборудование, светооборудование. Где-то они должны быть. Вот сегодня, кто бывает в школе искусств, он понимает, да, какой... Там тоже 300 мест, но какой зальчик. Да. И все есть. Да. И никаких проблем. Вот здесь тоже надо добиться этого. Но, конечно, здесь два рояля не будет, школа искусств, там другие требования. Конечно. Но, тем не менее, мы должны просчитать, мы и просчитали, что мы должны понимать, что и звук, и свет, и все остальное должно откуда-то регулироваться. Это тоже, это уже третий этаж Дома культуры. То есть, все буквально считалось. Что, как, конечно, есть проблемы, сразу скажу. Ну, куда деваться? Вот требования такие. Дверь должна быть такая, окно должно быть такое. Да, да, да. И вот что мы сидим, мы сегодня сидим, думаем, ну как, вот мы даже со строителями договорились, давайте, вот двери у нас должны быть такие, как и есть, пускай меня оштрафуют, ну бог с ним, и так далее. Ну, действительно, потому что мы, если придем, его же надо сдавать, объект, если мы ремонтируем просто, мы можем просто сами его открыть. Когда реконструкции, должно быть надзор. Сегодня у нас строительный контроль, авторский надзор, все должно быть. И главное, потом еще кто-то нас проверит. И, ну как, не выкрутишься. Поэтому, ладно, это не первый раз. Мы же понимаем, сделай хорошее, обязательно получишь. Ну, естественно, потому что думаешь, прежде всего, о том, чтобы людям было удобно, чтобы людям было комфортно, да, а уже потом, в общем-то, какие-то вот такие тонкости, которые, ну, порой обязаны соблюдать. Еще, Мастер Исаакович, я хотел бы тоже обратиться к нашим телезрителям, вот вы напомнили, да, по поводу сцены и так далее. Просто многие те, кто критикуют за то, что вот, да, нет веранды, у кого-то там молодость прошла, я вот тоже хотел напомнить, пользуясь случаем, что первый раз я, наверное, переступил порог Дома культуры в 80-м году. Еще, на секундочку, Леонид Ильич Брежнев был жив, что называется, да, поэтому я тоже знаю там каждый закоулочек, да, каждый закоулочек, и знаю, какая досочка на сцене скрипнуть может, какая... А какая, не дай бог, подведет. Да, какая может провалиться, какая подмяться, поэтому тоже для меня Дворец, Дом культуры наш не на последнем месте, да, в моей жизни, и тем не менее, мы все должны прекрасно понимать, что помещения для занятий и детей, и взрослых, они должны быть. Потому что сейчас тот же у нас народный... Свыше 800 человек занимаются. Народных инструментов. Да, оркестр. Оркестр занимается в комнате, уж извините, меньше, чем наши студенты. Я удивляюсь, как они там помещаются. Вот. Вот 40 человек в 20 квадратных метров, ну 25 там больше. Да, 25 квадратных метров. Я даже не понимаю, и вот 60 лет репетируют, это... А главное, какие шедевры у них. Вот мы знаем, ну, концерт, который на одном дыхании, люди сидят из зала, не выходят. Ну, это вообще профессиональный коллектив. Согласен. Ну, я больше чем уверен, Маисий Зак, что мы ни раз, и ни два, и ни три на нашем телеканале будем приезжать в Дом культуры, смотреть, как он... Колесо. Да, как он восстанавливается, и, поверьте, мы будем держать руку на пульсе. И восстанавливаться, и обретать новое лицо. Да, и во всех таких знаковых этапах, да, мы будем рассказывать нашим телезрителям. Не так, к сожалению, много времени остается. Мы практически весь эфир посвятили реконструкции Дома культуры, но тема, действительно, на мой взгляд, приятная. Волнующая и приятная. Да, потому что, ну, действительно, давно Дом культуры требовал этих работ. Давайте поговорим, уже буквально в это воскресенье, в 21-го, да, состоятся праздничные у нас мероприятия, посвященные, да, второй годовщине Сочинской Олимпиады, которая была в 14-м году. Называется «Видные зимние наши». Расскажите, что это за праздник, кто туда может попасть, да, и как он будет проходить? Ну, начну, может быть, с последнего, что попасть-то могут все желающие. Так, уже хорошо. Вход свободный, приглашаю всех, жителей, гостей. Второе, вы знаете, да, в прошлом году, в честь первой годовщины Олимпиады, по инициативе, вот, председателя этого комитета олимпийского, тогда Александра Жукова, ну, подготовки, он был руководителем, было принято решение учредить новый праздник «День зимних видов спорта». Но мы понимаем, что этот «День зимних видов спорта», он приурочен к 7 февраля 2015 года и приурочен к первой годовщине. Сегодня вторая годовщина, действительно. А вы знаете, что мы с вами вместе проводили до начала Олимпиады и до начала паралимпийских игр два праздника. 100 дней до Олимпиады и 100 дней до паралимпиады, вы помните. И там деревья сажали, праздник, старались, и сколько было жителей, зрителей. Вот мы как-то рады. В результате у нас сегодня есть факел. Вы знаете, Олимпийский комитет нам оставил в подарок факел Шамиль Тарпищев и был представителем от комитета. И сегодня в районе два факела. Факел 80-го года и факел 2014-го. Ну, кто интересуется историей, знает, где они находятся. Ну что же, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Еще раз обращаюсь ко всем нашим телезрителям. 21 февраля приходите во дворец спорта «Видное». Начало мероприятия. Площадки начинают работать в 11. Ну а само мероприятие начнется в 12 часов во дворце спорта города «Видное». Поэтому приходите, не пожалеете. И вместе с нашими спортсменами, и теми, кто сейчас выступает, и те, кто уже раньше защищал, что называется, отстаивал честь страны. Все это вы увидите 21-го дворца спорта. У нас сегодня идет концерт в Школе искусств. У нас 20-го числа открывает свои программы новые, зарегистрированные общественные организации автономии, культурной автономии татар, татарской, так сказать, диаспоры. Они очень активны, интересны и увлекательны. Там тоже много интересного. Это будет в Школе искусств 20-го числа в час дня приходите. У нас 21-го будет даже после спортивного праздника, который вот уже сказали в 12, а вот в 3 часа в Школе искусств день православной молодежи. Да, ежегодный. Вот уверяю вас, у нас мы, в принципе, все печатаем в газете, информация есть, но, может, не все читают или смотрят, или не выписывают газету. Кстати, надо выписывать, и будете знать, что происходит в районе. И все субботы, воскресенья, все праздники заняты. Так что приходите. Ну, а 26-го числа будет... Отчет. Да, отчет. Ну, я бы сказал, глава проинформирует о работе за год, о целях, задачах. Это очень важно. Иногда мы даже вроде все знаем, и на совещаниях присутствуем, он нам все говорит, но иногда что-то новое может сказать и там, что... А теперь будем вот идти в этом направлении. Ну, и правильно. Ну, а мы, к сожалению, идем в направлении окончания нашего эфира. Майсисак, спасибо большое за то, что пришли, ответили на многие-многие вопросы. А нашим телезрителям, я говорю, огромное спасибо, что все это время были вместе с нами. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok